Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Ненавистный нам Израиль и родное КГБ. Понятно. Майор КГБ, он же общевойсковой полковник Сергей Жирнов. Привет, Сережа! Привет, Юра! Юра зарапортовался даже после того, как первый Юра сказал «Привет, родное КГБ!». Второй Юра даже не смог произнести в правильное название. Это точно. И страшный лейтенант Пиджак из ненавистного Израиля Юрий Гемельфард. Итак, дорогие друзья, мы начинаем, но я хочу напомнить, что Гарри Юрий Табах, он сейчас едет на стрельбище. Вопрос, Юра, кого ты там будешь отстреливать? Врагов! Врагов народа! Я знаю ответ. Я знаю ответ. У меня два ответа. КГБ все знает. КГБ всегда все знает. Гораздо лучше. Я, кстати, лучше знаю, чем сам Юра. Это 100%. КГБ всегда. У меня две версии. Первая, значит, во-первых, он едет готовиться, чтобы его посылают в Казахстан. Его призвали. Пентагон ему сегодня с утра позвонил, сказал, полковник Табах, блядь, все, без вас. Там у них, кстати, военно-морской флот есть на Каспийском море. А, блядь. И они его заставили, видишь, но говорят, если не пройдет стрельбище, не пустим. Это первая версия. Вторая версия. У нас была разборка на Соби-Ньюс, и там Миша Тивосян вступил в дискуссию, и там народ предложил, чтобы они устроили дуэль. И вот теперь Юра едет готовиться к дуэли. Ну, какая версия правильная? А, нет, Мишу Тивосян я голыми руками могу. Нет, Юр, а ты скажи, ты, как настоящий ковбой, который будет стрелять, ты виски с собой взял? Мой папа шапил, как бочка, и погиб он от вина. Ай-яй-яй. Нет, нет. Понимаешь, Юр, я знаю, что у нас юмористическая программа, но чтобы люди нас не поняли неправильно, оружие – это очень опасная вещь, это очень-очень серьезная вещь. Люди постоянно или отстреливают кого-то по глупости и неаккуратности, или себя. Сами себя. Сами себя, да. К этому надо относиться очень-очень серьезно, это очень опасная вещь, любое оружие огнестрельное. Поэтому нет, конечно же, здесь надо быть собранным, здесь надо быть внимательным. И даже человек, как я, который использует юмор, ну, в любом случае, я не шучу на стрельбищах, я одеваю маску, и я очень серьезный. Я всем рекомендую, у которых есть оружие, или которые используются оружием, и можно очень серьезно. И вот я всегда ношу с собой оружие, ну, практически всегда. Но если я иду, допустим, в ресторан, и я знаю, что мне надо там будет даже выпить одну рюмку водки там, или алкоголя какого-то, я оружие с собой не беру. Это как, ну, это еще серьезнее, чем садиться за руль. Хотя за руль тоже, тут никаких шуток не может быть. Надо быть абсолютно трезвым, и никакой наркоты, никакого ничего, что может повлиять на твой мозг, даже если он очень маленький. А вот ты, кстати, правильно сказал про за руль, потому что у нас во Франции, на севере Франции, там, где серьезные люди живут, потому что у нас бардак полный на юге Франции, там хуже, чем в Одессе, или хуже, чем я не знаю где. Вот, и полный контроль, они такие полунемцы живут на севере Франции. И там, на севере Франции, если ты идешь охотиться, то ты должен дуть в трубочку, как вот в этот самый, перед тем, как садиться за руль автомобиля. Иначе тебя не пустят в лес с ружьем для охоты. Потому что я у себя вот в горах, у себя в Альпах, я видел такую картину, значит, иду я за грибами, а там стоит такая избушка на курьих ножках посредине леса, и, значит, несколько автомобилей, и охотники, они все таких в оранжевой одежде, кетки оранжевые, оранжевые накидки, чтобы их видно было издалека. Вот, я в эту избушку постучался, потому что мне было интересно, куда они пойдут охотиться, чтобы туда не пойти собирать грибы. Вот. И это было, ребята, 9 часов утра. Представляете, значит, открывается дверь, они сидят за столом, их там человек 5, наверное. Вот. Я их спрашиваю, ну, ребята, как охота, уже уложили кого-нибудь? Они говорят, да, уже двоих уложили. И показывают мне, две бутылки пустые от вина. Ну, это нормально. Но у нас, у нас же, Юр, извини, у нас же недавно была передача, что в России такие же порядки. И вот депутат один там, чуть-чуть, правда, лося с кабаном спутал, но он не пил, ничего такого, и на поле его разделал, потом все бросил, потом с милицией очень вежливо разговаривал, и все такое, да. И там ружье оставил на месте, и все, конечно. Его, кстати, лишили правы на два года, по-моему. Ну да, конечно, он не пьет. И уголовное дело возбудили. И, кстати, Дума лишила его депутатского неприкосновенности. Мой папаша пил и кожевочка, и погиб он на двенадцатый, а до нас осталась дочка, и заужима выделена нам. Но теперь, вот теперь я понимаю, почему Владимир Владимирович Путин, он молился в храме на Рождество в полном одиночестве. Хотя Песков объяснил, что это было связано с эпидемиологическими соображениями. Но, так сказать, я теперь понимаю, почему он встречал в храме спаса нерукотворного образа Рождество один. Он, наверное, боялся, что придет вот такой, как ты, Юра, и уложит. Потому что все ФСО уже было, уже бухнуло перед этим делом. И он закрылся в бункере, встал на женскую сторону церкви и сказал, никого не пускать, даже священника. Я один буду тут сидеть. Ну, это правда. Смотри, смотри, я бы его уложил. Я бы его уложил. Завалил бы. Уложил бы, как-то неправильно звучит. Да, да, да. Это согласен. КГБ говорит, что он таков. Поэтому, наверное, лучше я скажу, я бы его завалил бы. Но тут, понимаешь, у меня есть один большой страх. Ту любовь, которую к нему проявляет российское население, я боюсь, что я его завалю, а он воскреснет. Да. Понятно. Вот этого я боюсь. Да. Такое. Потому что Путин, это все... Ну, это самое... Ты понимаешь, Юр, это получается все, как в анекдоте. Когда умирает старая еврейка, все уже на смертном отре лежит, уже ей жить осталось. И она мужа подзывает, говорит, Исаак, исполни мое последнее желание. Займись со мной любовью, так сказать, ну, чтобы я ушла в мир иной с хорошими воспоминаниями. Но он занялся с ней любовью кое-как. Значит, утром Исаак просыпается и видит эта старая еврейка, она такая радостная, довольная, с качества плиты там что-то шебуршится. Он посмотрел на нее и заплакал. Она ему говорит, слушай, Исаак, я же выздоровела, что ты плачешь? Он говорит, Сара, если бы ты мне раньше сказал, я бы Ленина оживил. Слушай, а вы слышали новые анекдоты про эту самую, про ОДКБ в Казахстане? Какой? Значит, судит военный трибунал, судит десантника из сил ОДКБ за разглашение военной тайны. Значит, собирается военный трибунал, за что судит, когда и как разгласил военную тайну? Расскажи, как дело было. Он рассказывает, мама позвонила ему на мобилу и спросила, сынок, ты где? А он ей ответил, где-где? В Караганде. Ну, в общем-то, да. Так, но тогда, Сережа, получается, что Юра, который сейчас оказался в мертвой зоне, так сказать, не потому, что там всех перестреляли, дорогие друзья, а потому, что там интернета нет, то есть вы плохого не подумайте. Он скоро к нам присоединится во время того, как стрелять-то будет. Тут вопрос, то есть он теперь сможет служить в охране Елбасы? Ну, во-первых, я посмеялся внутренне, сдержал себя, еле сдержал, когда ты сказал, что Юра поехал на стрельбище и оказался в мертвой зоне. Это звучит уже довольно хорошо. Да, он может теперь, вот, его точно пошлют, Елбасы теперь, Павл, теперь Такаев, наверное, станет Елбасы, да? Мне очень вообще нравится это слово. Ты знаешь, что у них в службе охраны, это в Казахстане, есть медаль правительственная, ну, она ведомственная медаль, да, за доблестное обеспечение безопасности Елбасы и аж трех степеней. Слушай, я хочу такую медаль. Елбасы, Елбасы, твою мать, да? Ну, в общем, да, то есть, то есть, елбасиная охрана Назарбайла, она трех степеней. Трех степеней, да, отличие в ней трех степеней, да, значит, Елбасы охранник первой степени, второй степени и третьей степени. Значит, русская десантура в Алма-Ате, значит, сейчас расквартировалась в ДКБ, мужики, значит, скинулись там на эти самые на Тенге, посылают молодого пацана в ларек и говорят, что купить-то? Ну, что купить? Пару водки, бутылки и купи этих самых, ну, басов этих казахстанских. Он говорит, каких басов? Ну, у них это местная еда такая, известная. Какая еда? Ну, вот нам все время говорят, Назарбаев ел басы. вот и я тоже хочу попробовать. Я тоже хочу попробовать. Он ел басы, вот, а мы теперь, что, мы хуже его, что ли? Мы тут приехали охранять этих казахов, их, там, я не знаю, класть, вот, хотим поесть тоже басов. Вообще, 40 лет назад, когда, как ты помнишь, начиная с 78-го года, после полета первого совместного, первого в мире совместного экипажа с чешским космонавтом Владимиром Ремиком, вторым полетел поляк Мирослав Гермашевский, только третьим полетел немец Зигмунд Йен, так вот, одним из самых последних полетел монгольский космонавт. И вот мы, молодые студяги, у нас был такой спорт, выучить имя монгольского космонавта. Мы его выучили. Диктую, дорогие друзья, записывайте. Жукдальдамидин Гуракча. Черт смеешься, на самом деле, мы выучили, учили на память. А вот, кстати, я выучил тоже казахские сейчас названия, поскольку у нас тут это самое заваруха, я посмотрел, как у них все это называется, служба внешней разведки, ну, по своей тематике, конечно, служба внешней разведки, КГБ, комитет национальной безопасности. Значит, служба внешней разведки по-казахски звучит так, сэртхы, барлау, кизмыты, и они ее сокращают до сэртхы, барлау, до сырбар. Сэрбар. Сэрбар. Поднялся, да, сэрбар, значит, это служба внешней разведки. А, комитет национальной безопасности республики Казахстан, это еще лучше, это еще лучше. Ребята, это надо, вот особенно слово безопасность мне нравится. Так, это значит, Казахстан республика Сын, Илтык, Каупиздик, Комитетин. Так, теперь понятно, почему все весят от КНБ, он разбежался, потому что ему пришел пиздик. Каупиздик, каупиздик. Ну, логично, что, логично, вот, поэтому он и перед народом-то казахским разбежался. Да, кстати, а я не понял юмор до этого, значит, там, значит, я читал какую-то пуссу Войновича, и Войнович написал всем учить казахский язык, и вот там было это слово, каупиздик. Я не понял, что это означает безопасность по-казахски. Вообще, мы теперь выучим все эти слова, у нас теперь следующие передачи все будут на казахском языке. Хорошо, что не на китайском, потому что я работал в начале 90-х с одним мужиком, который служил в погранвойсках на советско-китайской границе. Ну, потом он уволился, и все, и он рассказывал, что, говорит, в приличном обществе это не скажешь, там все на русский лад переделывалось, потому что даже имена. Я приведу тебе, Сережа, один пример, напомню, Сережа, я не шучу. Знаешь ли ты, как по-китайски будет звучать фраза «Можем ли мы разговаривать на вашем родном языке?» Знаешь, как это будет звучать? Ну, что-нибудь там с хуями что-нибудь будет. Теперь, тогда слушай, эта фраза будет звучать по-китайски так «Шухуй бухуй хуйта, шухуй бухуй шой жуйгань». Я не шучу, это на полном серьезе так. Классно. Ну, знаешь, в китайском этого много, да, потому что у них там, мы даже в школе всегда, у меня бабушка, кстати, не выговаривала хунвейбины, да, вот когда там Мао Цзэдун был, там, начало 60-х годов, она вот это не выговаривала, и она их называла просто хуиебины. Кстати, она правильно это называла, ты понимаешь, в чем дело. Генерал, репрессированный генерал при Мао Цзэдуне в Советском Союзе его имя писали пин-де-ху-эй, чартас два, пин-де-ху-эй, на самом деле, это я не шучу, а что ты смеешься, это на самом деле так. Ну, кстати, а вот когда я учился в Краснодарном институте, у меня же был испанский язык, да, вот, а ты знаешь, как четверг по-испански? Нет. Хуэвес. Тоже нормально. Ну, это как, опять же, анекдота, что мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан. Да, это во многих языках такое есть, но в китайском действительно хуи там, хуй на хуе сидит и хуем погоняет. И в монгольском тоже самое. Верно, верно, верно. Так что в этом плане, но вот жалко, что Юра все никак не попадет, не выйдет из мертвой зоны. Тут теперь вопрос такой, что теперь получается, что мне все на память приходит. Старый анекдот про ковбоя, который стрелял. Так вот этим ковбоем в этот раз в этом анекдоте у меня предстает Владимир Владимирович Путин. Привет, джентльмены. Меня зовут Беспосядный Кровька. Да пошел ты. А? Для тех, кто не понял, повторяю, я люблю всего три вещи. Курить и стрелять. Ха-ха-ха-ха-ха, Теперь вы знаете, как меня зовут. Ну-ка, дай-ка мне свой кольт, Крошка. О-о-о. Спили мушку, Крошка. Большая мушка. Когда-то у меня был вот такой же кольт девятого калибра. С такой же мушкой. Я был такой же шустрый, меткий, как ты. И вот я однажды ворвался в салон, все перестрелял. И тогда ко мне подошли два огромных ковбоя. Повернули меня. Ставили кольт в одно место и провернули его шесть раз. Сколько раз? Шесть. Спили мушку, Крошка. Спили мушку, Крошка. Классная анекдот. Спасибо, что напомнил. Я ее помню. Там было уточнение такое. Подошли тогда, когда у меня кончились патроны. Ну, я так полагаю, что у Владимира Владимировича давно уже кончились патроны. Патроны. И рано или поздно кто-нибудь провернет этот кольт энное количество раз. Да. Кстати, ты знаешь, вот я подумал в течение нашего разговора, кстати, к разговору о том, как он там стоял на этом самом Новогорёве в церкви, в подпольной, в бункере. Подпольная церковь. И я нам с ней не приснится, честное слово. Ну, да, да, это только этот самый, да, катакомбная церковь вот такая была, да, когда, когда вот, кстати, только-только там начиналось христианство, и там их же преследовали последователей Христа, и вот они там создавали катакомбные церкви. Вот, а ты знаешь, я так подумал, что, кстати, картинку, которую нам показали, это вообще не Путин был никакой. Потому что вот для таких картинок, кстати, у него двойники и работают. Потому что сам, я так думаю, он на Рождество тихо спал, потому что ему где церковь, где Путин, где Христос, где Путин, ему это всё на самом деле пофигу. Вот, а двойник вот за него отбывался в катакомбной церкви. Поэтому он и не знал, куда встать, потому что его привезли прямо перед самым Рождеством. И не объяснили ему вообще, что это такое. Кстати, Серёж, вот такой вопрос. Меня всегда поражало, как человек может верить в какую-то шаманскую магию с чёрными собаками там, с какими-то там тувинскими шаманами и ходить в церковь. Так вот, теперь ты мне объяснил, как раз это действительно... А я, кстати говоря, сейчас не шучу, это действительно получается, что на самом деле двойников возят в церковь. А реальный Путин вместе с Шойгой, с Шойгу едет в тайгу и вот там вот шаманирует, занимается шаманизмом. А что ты смеешься? Вот как раз это на самом деле всё и объясняет? Объясняет, объясняет. Нет, просто я так сейчас прослушал твою фразу. И там они вдвоём занялись шарманизмом. Как-то вот так. И пару раз там... И пару раз кончили во время этого процесса. Прямо на чёрного ворона или там на кого там... На чёрную собаку. На красного осла. Нет, подожди. А это тогда объясняет, почему все подумали, что на Владимира Владимировича на Новый год было три бронежилета. Может, он уже беременный, может, его на солёненькое потянул? А я, кстати, это давно сказал. Вот ещё на прошлой неделе в каком-то эфире я сказал, что он беременен. И он нам через 9 месяцев родит. Как это там было у Пушкина? Не то сына, не то дочь, не мушонка, не лягушку, а неведомо зверюшку. Ну, как так. Тебурашку. А теперь он съездит ещё в Казахстан. А там белые верблюды какие-нибудь у него теперь добавятся ещё к этим самым, к чёрным воронам. Вообще мы в интересную эпоху живём. Я балдею вообще. Я балдею. Абсолютно с тобой согласен. То есть начал Владимир Владимирович с петинга с тигрицами. Потом занялся любовью со щуками. Потом с стерхами. Ребята, это зоофилия какая-то. И плюс ещё к тому же, и плюс ещё к тому же, как это называется, стриптиз, да, потому что он нам своё голое тело показывал целыми днями. В общем, да. И чтобы мы обалдели. И на лошадях, кстати, в Киргизии, в той же, или где там он катался с маленьким мальчиком, причём они с ним уединились там на некоторое время, а потом он снял со своей руки аж свои собственные часы и ему подарил. И вот у меня всегда был вопрос такой, вот я хотел всегда узнать, за что он ему такое подарил, пока они с ним были один на один. Это точно. Вопрос у меня всегда возникал такой не очень серьёзный. Приличный. Кто у кого? Кто у кого? Вот меня всегда интересно было, кто у кого. Ну, в общем, да. Тут не факт, кстати, кто у кого. Вот поэтому вопрос у меня и возникал. Хотелось бы увидеть, хотелось бы увидеть кинокамеры из этой самой Russia Today и Симонян, чтобы нам пояснило. Но тогда её не было, блин. Это точно. Так, ну, друзья, поскольку, опять же, Юра направляется на стрельбище, то я напоминаю, что с вами сегодня были Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга. Хотя, хоть и не очень долго он с нами был, но через неделю он вернётся. Майор КГБ общего войскового полковника Сергей Жирнов. Спасибо, Серёж. Спасибо, Юра. Надеемся, что Юрий к нам вернётся живой и здоровый. Это естественно. И Юрий Гемельфар из Израиля. Ну, я как всегда же напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Мирошворд. И до встречи. Пока.